Беседа на утренней прогулке с его божественной милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой. 9 июля 1974 года в Лос-Анджелесе. Если они говорят, что убийство означает убийство человека, это означает, что среди людей, которым проповедовал Христос, было в порядке вещей убить человека. Представьте себе, к какой категории людей они относились. Что это было за общество? Общество убийц людей? Что они поймут в религии? Убийцы. Идем дальше или возвращаемся? Мы должны, я думаю, развернуться сейчас. Если вы честно проповедуете вору, вы должны быть осторожны. Как бы он не украл у вас часы тем временем. Так что Иисус пытался учить религии убийц, и они убили его. Да. Не приближайтесь слишком близко. Если вы даете совет негодяю, он только разозлится. Никакого хорошего результата это не принесет. Так что мы должны стать очень сильными проповедниками. Тогда это движение будет продолжать существовать. Если вы будете ограничиваться лишь поклонением в храме, оно не просуществует долго. Особенно лидеры должны проповедовать. И кто такие лидеры? Если лидеры хорошие, то все будет продолжаться. Если они не проповедуют, они не лидеры, они фальшивки. Лидеры должны вести себя так, что, следуя за ними, другие получали бы благо. Вот это лидер. Это совершенное определение Шилаправпады. Совершенное определение. Его нужно в словарь включить. Да. Лидер – это тот, следуя за которым человек обретает благо. Это лидер. Осторожней. Вода подходит. Наш пляж в Джуху лучше. Лучший в мире. Вы не видели? Я был там, да, Шилаправпада? Очень красивый. Что вы думаете о пляже в Джаганатхапуре? Ну, не такое хорошее. Пляж в Джуху очень хороший. Вы можете идти. Вот целую милю вот так вам будет всего. По колено? Да. И волны не такие свирепые. И все чисто. Все побережье. И оно где-то 10 миль в длину. Берег. Поэтому там очень много отелей для иностранцев. Когда… В прошлом году я был здесь, в Лос-Анджелесе. Какую главу я читал? Кто знает, какую главу Бхагаватам я читал? Пятую? В Лос-Анджелесе вы читали третий том пятой песни, по-моему, о том, как Арджуна покинул землю, как пандавы ушли от дел. Да. Вот с этого места мы начнем снова. Если люди отказываются принимать сознание Кришны, они никогда не будут счастливы. Это факт. Но если вы представляете сознание Кришны должным образом, они примут его. Это факт. Недавно в Сан-Франциско там собралось от 12 до 15 тысяч человек. И они слушали так терпеливо. И они аплодировали. И многие подошли к моей машине. Спасибо вам, Прабхупада. Спасибо, Прабхупада. Спасибо, Прабхупада. Я никогда не видел, чтобы столько молодых американцев сидели и слушали так внимательно лекции на религиозную сухую тему. Это не кино. В газете написали, что это был самый позитивный фестиваль всего Сан-Франциско и всех фестивалей Сан-Франциско. И они упомянули американские индусы. Это сокрушительный удар по материальной цивилизации. Отказ от выпивки, от одурманивающих средств, от мясоедения, от азартных игр, от незаконного секса. И всей их цивилизации конец. Поскольку они стоят на этих четырех колоннах. Поэтому мы должны представить лучшую цивилизацию. Мы должны цивилизацию представить. Все это уже обман. Ложно. Все обман. Без этого. Сознание Кришны. Все остальное сознание — это просто обман. Это называется майя иллюзией. Если вы остаетесь в каком-либо другом сознании, кроме сознания Кришны, это означает, что вы в иллюзии. Вы идете по ней в верному пути. Об этом говорится в этом втором стихе первой песни. Всевозможные религиозные системы, основанные на обмане, выброшенные с Шимадбхагаватом. Это второй стих. Проджита. Эта книга полностью очищена от всевозможных религий, основанных на обмане. Эти слова были переведены на бенгальский. Что бы ни происходило во всем мире под именем религии, согласно бхагаватам, все это обман. Все это обман. Чале значит обман. Каково определение обмана? Обманщик. Обманщик значит тот, кто эксплуатирует вас. Я говорю, что я делаю вас религиозным, но вы при этом остаетесь грешником. Я делаю из вас грешника. Это обман. То есть это что-то давать под ложными предлогами. Да, вы берете что-то и думаете, что это что-то другое. Это обман. В действительности мы видим так называемые религиозные системы. Религия значит становиться любящим Бога. Но кто любит Бога? Вы не знаете, кто такой Бог, не говоря уже о том, чтобы любить Его. Они не знают, что у них нет даже ясного представления о Боге. Они любят собак. И они любят собак, догов, а не Бога. И тем не менее они считают себя религиозными. Разве это не обман? Да, это обман, притворщики. Пока человек не стал преданным Бога, не может быть и речи о религии. Это все обман. Они открывают больницы, школы. Тысячи, 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 тысячи лет открывались больницы и школы. Филантропия. Но каков результат? Результат — атомная бомба. Вы единственный правопада, который смеет критиковать больницы и школы. Да, столько людей приходили ко мне, просили меня. Даже доктор Гош, знаете, он хотел, чтобы вы открыли бесплатную аптеку. Нет, нет, мы не собираемся тратить наше время зря на все это. Я ему откровенно сказал, у меня нет времени, чтобы тратить его на это. Он считает, что это великий проект, а мы говорим, что это пустая трата времени. Это совершенно революционная идея. Да. Я не могу позволить никому тратить свое бесценное время человеческой жизни. Вы сказали раньше, что чем больше больницы не открывают, тем больше людей становятся больными. Да. Они очень гордятся тем, что мы открыли 50 больниц. Это означает, 50 тысяч человек стали больными. Мы увеличили количество коек больничных. Столько людей стали страдать из болезней. Но они гордятся тем, что это делают. Мы кормим бедных, и они кормят бедных. Но есть большая разница. Мы даем прасад, принимая который, люди кришноизируются, люди становятся преданными. Если обычную пищу давать, то он съест и отправится в ад. Арип lui, Апинcy иисус. Миша. Апиноньку. Продолжение следует...